опа вот прикольно два дня назад два дня назад я вот из-под этой веточки вот из-под этой веточки доставал под осиной два дня назад вот посмотрите такое ощущение что как будто вот вот смотрите реально факт вот два дня назад его здесь не было вообще даже намека не было вот смотрите стоит грибочек да стоит гриб вот так вот грибничка продолжается вот причем я скрутил выкрутил гораздо меньше этого сколько же тому было дней классика так здесь что-то у нас еще стоит все посмотрим что это такое под березы ки или нет а это у нас подберем или беленькие нет нет это беленькие ты смотри-ка их два значит две штучки прям около около ноги так вот эти вот какие-то у нас ножичками жидковатая но я смотрю все равно чистые шикарненько еще и беленькие ну что отлично вот это как раз камень в огород срезальщиков вот прошлый раз я выкрутил и на этом же месте буквально ну может быть 10-15 сантиметрах уже растет новый опа это че у нас еще один что ой тут их два а вот вот она ты смотри-ка вот на этот на этот судя по всему когда-то кто-то наступил потому что лежит он на боку подосиночек на боку а вот грибничка смотри как пошла это все та же сама грибничка вот от этого самого от подосиновика вот еще один но тут уж я не знаю сколько ему дней вот но два дня назад его точно не было так это что у нас это у нас мы называем серушкой но иногда называем сопливчик тоже интересно а вот еще один смотри как ты смотри как как он здесь вон он вон он сейчас мы его обнаружим рассекретим класса не вот такие маленькие еще больше нравится так надо тогда эту этот пятачок сейчас детально посмотреть прошлый раз и его тоже смотрел кроме вот этого подосиновичка маленького ничего не было вот здесь смотрим теперь везде все очень внимательно тогда же можно подальше пройти сначала нужно сделать маленький круг потом побольше папа вот смотри я уже пошел не туда а вот смотри-ка это тоже это это не из этой грибницы это беленький да хотя кто знает вот там же я белых то нашел может быть это даже грибничка тянется может быть вполне вполне может быть какой он вытянуты весь . немножко загнута идеальный беленький конечно конечно толстоножные толстоножечные они красе еще красивее да посмотрите на этот просто фантастика просто идеально так а вот там вдалече что-то я еще вижу сейчас мы приблизимся к этому и увидеть увидим что-то такое может быть это шляпка поганки может еще что-то так нет уйти уходить отсюда нельзя просто так вот смотрите а вот еще один маленький белый я же беру тут нужно каждый сантиметр каждый сантиметр сейчас рассмотреть маленькие это шикарно и вот такое ощущение что вот два дня здесь не как раз и никто и не ходил он шляпку видит вижу впереди сейчас мы не проберемся вот и выясним что это такое так вот это опять белый ты смотри-ка еще один белый видите его видите там еще два вот я видел вот этот вот вот это видел а вот посмотрите посмотрите что творится вон они вон они раз и два и это все за два дня два дня назад здесь не было ничего так вот это грибалочка начала вот это хорошее продолжение так ой сейчас мы тебя ну-ка давай как нам в корзиночку свеженький сырой так но ты вон даст ты вообще у нас посмотри-ка прям со всех сторон хочется тебя разглядеть хорошо что вы меня дождались о ведь этому тоже не больше двух дней я здесь смотрел вот смотрите-ка вот два дня два дня всего всего два дня потрясающе все началось вот с этой елочки вот так вот ой ну вот я их правда сейчас и не собираю вот такие вот молочки иногда вот такие вот красивые посмотрите утренние раз на засолочку о шикарно здесь в травке травки что-то притаилась это опять беленький опять беленький посмотрите как он лезет изо всех сил можно сказать практически на тропиночке умничка ну что пошли дальше о слушай ну я я сегодня без белых не уйду это белый по моде о ты посмотри-ка ведь на самой тропиночке самой тропинке какой ты у нас самодостаточный так я сейчас его достану ой какой он твердый твердый то какой ножка вообще прям как камень о посмотрите слушай это два дня два дня так там что у нас еще что ли шляпочка так это у нас белый или что это у нас нет это это под березой к вот кому-то может быть это качество качественно будет но скорее если я вот ой тут еще он под березовички он еще один стоит еще один и еще один так наверное я вот сейчас их пропущу буду возвращаться но если будут стоять хорошо нет так нет пока я их брать не буду раз так белые пошли вполне возможно что у меня сегодня будет целая корзина целая . еще попадается ух ты что я вижу что я вижу слушай кай и я ведь такой здоровый я ведь и здесь был здесь был слушай это факт вот этому грибку этому грибу это белый 5 этому грибу тоже максимум два дня ой даже я же здесь был ну не мог я его не увидеть суши но может быть в траве где-нибудь прятался чуть мне как-то не верится что он может успеть так состариться но факт то что я здесь тоже ведь я сюда заглядывал это такие закоулочки которые не пропускаю ну вот факт и есть факт ведь как быстро растут грибы этот беленький сожалению оказался червивый пришлось его выкинуть прям уже не ищется не ищется смотрите подосиновички прям сгнили на корню сгнили вот так вот я их прошлый раз видимо пропустил мне кажется и два дня назад они были уже старенькие костяника костяника зреет скоро ее будет очень много так ну что давай дальше опять я вышел на тропиночку опять рядом с тропиночкой суши может и вот так вот и идти по тропинке по тропинке по тропинке ты смотри-ка сегодня у меня отпад полный отпад белые лезут изо всех щелей сейчас я надеюсь дойду до своего места основного посмотрим что там будет не факт что там что-то будет не факт совсем но обычно в белый период когда вот белый пруд там просто просто деваться некуда самые красивые грибы самые красивые ничего им не мешает никакие погодные аномалии это не то что благородным грибам то влаги не хватает то солнце то слишком сыро вот все что нибудь не так не а эти пруд постоянно из-за всех щелей вижу еще один еще один беленький слушай ну прям такое ощущение что я здесь вот два дня никто не был вот эти грибы никто не видела посмотрите ведь не заметить его очень сложно пройти достаточно одного взгляда и ты уже на него натыкаешься буквально мельком лесные белые шикарненький вот как такой пройдешь как вот я иду практически по дорожке смотрите можно ли пропустить вот такой грибок ну разве что только запнуться вот красавчик ладно по березовичек вот эту мы возьмем ой просто шикарненький знакомые валы пошли вот он результат вот смотрите подосиновички альбиносы раз два и три это полностью или еще что-то будет вот на этих а вон еще нет это это желтушка у нас а сзади меня крадутся конкуренты вот почему я и не люблю собирать когда когда много-много людей вот я уже ты смотри как бы обалден прям альбиносик но он не чистый альбиносик какой-то такой желтоватый так ну что пропустить конкурента вперед или все-таки прибавить хода я пока не знаю скорее все я его пропущу вперед даже видя за ним все равно что-то пропустит конкурент идущий сзади куда-то пропал не знаю может быть идет в обход куда-то а тут продолжается грибалочка продолжается ты смотри вот он красавчик можно сказать что тоже два дня я здесь был два дня назад под осиной сегодня все красивые все ух ты сейчас мы достанем увидите какая ножка у нее еще длинная у это что-то это что-то где же ты конкурента ты зря ты зря зря пошел мимо лучше бы за мной шоу вот все равно все равно я здесь иду сегодня не первый это думал первый так это чем у нас переросшего волнушка рыжик так пока подождем потому что во многих местах раз а на листве сбито это значит что уже кто-то 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 прошел и вот этот кто-то очень хорошо пропускает грибы в принципе так же как и поэтому можно и не волноваться пропустить пары парочку конкурентов вперед и продолжать спокойненько собирать так вот здесь что-то еще у нас листва поднята вот смотрите поднята листва быть этой поганка может быть и нет смотрим что это у это это нет это скорее всего все таки на раздавленный раздавленный этот мухоморчик так а вот здесь даже прямо не заметил смотри-ка поставил картинку прям здесь смотри его я точно не видел но это горючая бы про прошел бы как этот конкурент невидимый которого я не видел который сбил росу здесь на листьях я его не видел один он был или несколько человек вот видите грибки пропускаются вот а и пропускают очень очень хорошо это даже грибалка какая-то как супермаркет зашел и начинаешь набирать себе в корзину набираешь набираешь набирать ну вот эти вот резаные я прошлый раз видел вот они валяются кто-то большие тут бросил ну здесь надо теперь вот грибничка есть надо буквально вот идти еле-еле высматривать каждый сантиметр каждый сантиметр вот потому что папа я говорю вот хорошо что медленно еду это это масленок или что это у нас непонятно так нет это белый ой и шляпочка у него сразу отвалилась шляпка отвалилась видимо ему досталось от чьей-то ноги шляпка практически не держалась что надо смотреть и дальше мы смотрим маленькие они ведь могут везде быть прям боюсь шаг сделать и наступить на чего-нибудь вот вот вижу еще один так так вот но этот я точно не раздавлю он тут глубине находится глубине а красавчик ой ножичка мягкая у нее не знаю но вообще выглядит он довольно таки чистым сейчас посмотрим нет просто ножка такая мягкая у него была вот червилости нету здесь вот утрамбованность такая почва утрамбована с листвой открытая здесь беленькие любят у нас селиться но вот что плохо вот открытое место в открытом месте всегда и быстро собирают если что-то вылезает то опа опять оглянулся назад вижу пропущенный гриб вот когда шел я его не видел по кромочке шляпки по самой самой кромочке шляпки увидел мелькнула и это у нас будет не белый опять под осиной как митя пробраться к тебе пробраться какой-то у нас какой-то у нас толстенький грибная погода сырая рассыпал но ночи прохладные вот то что нужно для грибов шикарный грибочек так он здесь я вижу еще что-то поднята это мне кажется это так ну-ка-ну-ка нет этого лучик мы его пока брать не будем сзади меня мелькнул опять конкурент тот или не тот не знаю который был мелькнул тоже пропал куда-то наверно наверно обходит какой-нибудь канал канал здесь она полно канал также как и грибов да искать то не надо только успевай нагибаться